Всем добрый вечер. У нас сейчас в Израиле проходит такой праздник, называется он Ханука. Наверное, вы в курсе. Ну, может, кто-то слышал случайно. Да, свечки зажигают. Вот сейчас много спрашивают, а нужно ли христианам праздновать Хануку, тем более, что праздник вообще не библейский. На самом деле, да. Бог создал праздники свои собственные, называются они на иврите Муадей Адунай. Мы их знаем, да? Их всего сколько? Сколько? Вообще три. А так пять. И Ханука в них не входит. Нет, не семь. Ну, оставим это. Вы потом поспорите, ладно? Про семь, про пять. Их пять, но это три основных, но там вообще входит в них пять периодов в эти праздники. И Ханука в них не входит. И если кто-то знает, что такое, что означает слово Ханука, Ханука обозначает слово обновление. Вот когда мы с вами будем 30-го числа открывать наш новый зал, мы будем делать такое, называется на иврите Ханукат Байт. Обновление дома. Этот праздник на самом деле был введен еще царем Соломоном, представляете? Только не в том виде, в котором мы празднуем его сегодня, а он был введен как день, в который Ковчег Завета обновил свой дом. Раньше он был в палатке, а теперь стал в самом величественном здании всех времен и народов на Ближнем Востоке. И впоследствии как-то, ну, Бог попустил, что Антиох, который напал на Израиль, он это сделал именно в те дни, когда в храме обычно праздновался день обновления. И когда Маковеи, Хасмане и Маковеи воевали против Антиоха, они как раз к этому дню хотели любым способом завоевать Иерусалим обратно, отвоевать его, освободить его от присутствия Антиоха. Почему? Потому что греки, первое, что они пришли и сделали здесь, это были ассирийские греки, это не просто греки, ассирийские греки были. Они пришли и первое, что они здесь сделали, они осквернили храм, они осквернили святилище, они пришли к евреям и сказали, вам больше нельзя делать обрезание, вы теперь будете есть только свинину, вы будете теперь не соблюдать шаббат. И это все, что они сделали. То есть фактически они принесли вот эту вот всю мерзость греха, от которого Господь уберегал израильский народ на протяжении стольких времен, они принесли это не просто в Иерусалим, не просто в храм, они принесли это в жизнь каждого человека. И в тот день, когда был отвоеван храм, хасманеи вошли туда и увидели, что весь храм действительно осквернен. И он осквернен настолько, что там ни к чему даже прикоснуться нельзя было. Что, кстати, первое заповедал Бог создать, когда создавали палатку, вот эту вот скиньею собрания в пустыне? Он заповедал создать светильник. Это первое, что было в подробностях описано, что нужно поставить из утвари. И это единственный инструмент, который из всех созданных при начале этого храма не нужно было освящать. Он был святой с самого начала, он был отделенный от всего. И это единственный был источник света в святой святых. Единственный. И он горел от масла. И каждый раз, каждый день доливали масло, чтобы этот светильник горел. И когда пришли вот эти вот осквернители, первое, что они сделали, они осквернили, они вскрыли все горшки с маслом. Если горшки с маслом были вскрыты, их нельзя было использовать для зажигания этих лампад в светильнике. И первое, что сделали евреи, они пошли из Иерусалима в Мизгав. Знаете, где там Мизгав находится на севере Израиля? Кармиэль, знаете, где находится? Вот возле Кармиэля. Они шли туда и обратно четыре дня. За четыре дня они там приобрели новое масло первого отжима, какое должно было быть принесено в храм, и дошли обратно. Восемь дней их не было. Мы не знаем, правда ли то, что светильник горел восемь дней, но мы знаем точно, что он горел, его зажгли. И когда новое масло было залито в эти светильники, взяли одну из свечей, один из светильников самой миноры и подожгли все остальные. С тех пор появилась традиция, что одна из свечей, она будет называться шамаш. И когда была зажжена минора в храме, в святая святых наконец попал свет. Не свет с улицы, а свет тот, который должен был прийти туда от сожжения масла первого отжима. И после этого началось очищение храма, то есть после этого смогли начать очищать весь храм. И сегодня, когда мы празднуем праздник Ханука, мы зажигаем эти свечи от этой самой свечи слуги, которая называется шамаш. Мы не зажигаем их от спички, да? И вы знаете, вопрос опять того, с чего я начал, стоит ли христианам праздновать этот праздник. Вы знаете, у каждого из нас в жизни наш вот этот вот храм Духа Святого, который был изначально задуман по образу и подобию Бога, был осквернен грехом различной скверной, всем чем угодно. Там было все, кроме искры Божьей. И когда пришел Иисус, Он явил с собой вот этого слугу, который зажег с начала первых двенадцать. Потом они зажгли еще, они еще, и они сегодня больше двух миллиардов людей, слава Господу, принимают Иисуса как Господа и Спасителя, и мы несем свет этому миру. И Его кровь сегодня освещает нас, и Его свет горит в нас и дает свет другим людям. Сегодня, когда мы празднуем праздник Ханука, да, можно сказать, ну, это праздник древний, еврейский, можно его не праздновать. Его нужно праздновать, потому что мы обновляем таким образом себя в Господе, зажигая каждый раз огонь, от которого может рассеяться любая тьма. Написано, те, кто ходит во свете, они сами являются светом. И написано, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И сегодня этот свет, он в нас внутри, и это символ той Хануки, которую мы сегодня зажигаем. Понятно, что наше еврейство обросло всякими традициями, которые так или иначе заставляют нас делать разные вещи. Сегодня произносятся различные благословения от имени Бога, и вы знаете, что эти благословения на самом деле благословениями не являются, являются проклятиями, об этом будем говорить подробно на энкаунтере. Это рекламная пауза была. Так вот, на самом деле есть одно благословение, в том, что Бог дал нам Иисуса Христа. И в этом заключается наше благословение. Сегодня я хочу, чтобы мы с вами, если кто-то еще этого не делал, произнесли правильное благословение в нашу жизнь, зажигая эти свечи ханукальные. И сегодня мы зажигаем четвертую свечу, всего ханука празднуется 8 дней. И мы сегодня с вами, может быть, познакомимся. Я хочу, чтобы у каждого сегодня, я знаю, что здесь сидит человек, который думает, ну, что мне еще делать в этой жизни. Я уже и в церковь хожу. И молюсь. И на работе у меня вроде все в порядке, но я не могу найти своего места в жизни. Не знаю, что мне дальше делать, куда мне идти. Я хочу тебя ободрить. У нас сегодня всего 4 свечи, здесь еще есть место. Бог призвал тебя для того, чтобы проповедовать Его свет народам. Спроси у Бога, что тебе еще здесь. В церкви работай навалом. Навалом. Нужно просто узнать, какая воля Божья на твою жизнь в этой церкви. И сегодня мы с вами четвертую свечу зажжем, что в гониот мы сегодня не едим, потому что надеете, тем более, за это женское служение. Божья на джинсы тамадит. Субтитры сделал DimaTorzok